Подставы для проведения пресс-конференции стала размешанная на некоторых сайтах информация об небыто примусовым спагнанне сбору на финансование державных расходов. У Головного управления юстиции Гомельского облаканкама эту информацию полностью обвергают, тем более, что у судовых выканавцев есть докладный алгоритм деяния. Если возбуждается исполнение производства, безусловно, должник извещается, приглашается в судебную исполнение, дается срок для добровольного исполнения. И я скажу, что срок довольно-таки оптимальный для уплаты. И уж после этого изыскивается имущество, на которое налагается арест, описывается это имущество. И даже после этого судебный исполнитель его не реализовывает, а еще дает срок для того, чтобы каким-то образом должник исполнил. Если я не буду платить, я уклонялся, я сейчас не буду платить принципиально, тогда наступают уже, совершаются те действия, о которых я сказал. При этом, на думку специалистов Головного управления юстиции, колькость неплатильщиков вельми значной не будет. Во-первых, у людей еще есть макшимость отримать становчие решения податковых органов, те рабочих групп, которые створены при выконавших комитетах. А прощатого по колькости злостных неплатильщиков можно узкостно мерковать, по колькости особей, которые не различаются, за теж банковские кредиты, послуги жилево-коммунальных господарков, те не платят алименты. А пошних на Гомельшине калять 10 тысяч человек. Много вопросов, связанных с вопросом рассмотрения правоохранительными органами заявлений, представлений судебного исполнителя об ответственности должников за уклонение уплаты алиментов. Сегодня должники данной категории задолжали взыскательницам порядка 11 миллионов динаминированных уже рублей. И еще одна особливость оплаты сбору на финансование державных расходов, якая предуглежена законодавством. Громадянин может звернуться у ответной структуры с просьбой о поэтапной оплате сбору. Хоть минимальную сумму из общей не пришел и платил, но не может по разным причинам говорить, дайте мне рассрочку какую-то, то уже суд не может рассматривать.